FIGHT REVIEW Это хроника ярких побед латвийского спорта FIGHT REVIEW Это история и сегодняшний день боевых искусств От самых древних и до самых современных FIGHT REVIEW Интервью с победителями Воспитание у молодежи силы духа И стремление к победе FIGHT REVIEW Не пропусти, будет жарко Привет всем зрителям-подписчикам Очередной выпуск FIGHT REVIEW в эфире И сегодня у меня в гостях Андрей Маслов Руководитель клуба Профессионализ И Даник Весненок, профессиональный боец За боями которого я лично слежу уже довольно давно и пристально Наверное, у каждого в этом спорте есть свой фаворит Вот у меня это является Даник Приветствую Всем привет Здравствуйте FIGHT REVIEW Ну что, начнем с Даника О твоих успехах, о твоих достижениях последних Что было? Последний бой был на турнире EXPLOSION 15 апреля До того был турнир QOK В феврале в арене Риги у нас в Латвии Я выступал после достаточно большого перерыва До того я выступал только в июне на геттофайте И после у меня было пару любительских схваток Четыре В один день все происходило Чемпионате Балти по Пумерсиону Вот И у меня была примерно полугодовая пауза До того, как я выступал у нас в арене Это было 25 февраля Это был мой первый профессиональный бой Ну, все было супер Я бой выиграл Было волнительно Но правильный настрой Правильная подготовка Нашел лучший способ лично для себя готовиться Я чувствую, что за последний год у меня был большой прогресс Как в физической подготовке, так и в технике Оба боя выиграл А насчет твоего боя на QOK Мы уже здесь его обсуждали С Саулюсом Шейкисом А вот последний бой на EXPLOSION Был какой-то у тебя, ну скажем, лютый соперник? Соперника уже давно знаю Поскольку он выигрывал нескольких людей из Латвии Выигрывал людей, которые, возможно, даже сильнее меня Как мне кажется Но на этот бой я согласился еще осенью Осенью мы должны были с ним подраться Но тогда я заболел очень сильно Я даже когда был больной, еще не хотел отказываться Но за два дня до боя совсем все Я слег, антибиотики, там уже было без вариантов Плюс бой 3 по 5, там физюха как бы очень большую роль играет Вот У соперника был профессиональный рекорд 2-0 За месяц до нашего боя он нокаутировал итальянца Меня это не смутило ни капли То есть я посмотрел бой Подумал, ну, я считаю, что я лучше этого итальянца Что я его не боюсь Я готов с ним как рубиться, так и бороться Я знал точный план соперника Я видел его бои Я знал, что он не будет со мной рубиться Я знал, что меня будет бросать и бить И как бы все произошло примерно как я ожидал Только я думал, что я понесу меньше урона Поскольку там примерно 9 минут боя Меня реально... Меня избивали То есть меня бросали на пол У меня была стечка, у меня было много ушибов Все, лицо было разбито, локти, все Но на 10-й минуте боя я сумел его поймать Он устал, я почувствовал, что он устал Я себя чувствовал великолепно в плане физической подготовки То есть я был готов еще и на 3-й раунд запросто выходить Я его поймал, выиграл бой Андрей, вот об этом бое Мнение тренера О сопернике, о самом Данике О бое, о подготовке, о результате Ну, можно много говорить Но опять же хочу повторить Что мы перешли из любителей в профессионалы И первый обкаточный бой был в арене Рига на Кеоке И потом нам предложили очень сильного соперника Мы решили не набивать рекорд искусственно Не приглашать кого-то там для рекорда Чтобы сделать 2-0 Галочку Да, решили сразу сильного попробовать Посмотреть, для меня это, как для тренера было очень важно Посмотреть на Даника, как он поведет себя Как он будет готов морально, физически И как будет картинка боя именно по тактике и по технике У нас все получилось Да, получили небольшой урон Но хочу заметить то, что это был бой по профессионалам Правила были, правила как UFC То есть немногие сейчас бьются В Латвии я даже не знаю, кто сейчас выступает по таким правилам То есть можно бить локтями Противник был очень хорошая подготовка Боец ММА, бывший вольник И поэтому у него задача была граунд фаунд Что он и делал Он бросал, контролировал Да, пропустили, наверное, на первой минуте Сразу же было большое рассечение Даник выставил То есть уже третья, четвертая минута Там пятая минута То есть три раунда по пять минут с локтями Но я понял, что мы не сдадимся И что у нас очень хороший партер И очень хорошая стойка Противник это тоже знал Поэтому в стойке не рисковался И сразу же переводил партер Да, то есть вот хороший дебют Хорошее начало для дальнейшей карьеры Там у нас все впереди Как было в эти первые минуты, когда пропускал, плыл? Вот самый плохой момент был Там на видео, то что есть в интернете Даже плохо видно Были удары, когда он откидывал То есть локти Это была именно такая боль Как Именно боль Когда я пропускал в голову Сильный удар После того, как он откидывал мои ноги Это уже была не боль Просто в глазах темнело Это не было больно Просто действительно темнело в глазах Единственное То есть мысли сдаваться не было Я вообще был настроен только на победу Единственное Мысль была Главное Не выключиться Не выключиться Потому что он меня бьет У меня голова отбивается Абринг Я понимаю, что действительно Я могу вырубиться И мысль была Так Ни в коем случае Ни в коем случае Я в сознании Все буду контролировать Не сдаваться Ну, в принципе Так и произошло А вот И совладал свои эмоции Оставался в себе Скажем так Чтобы контролировать ситуацию Не было такого, что я растерялся И уже там Начинал что-то делать Не обдумывая свои движения Все делая Обдумывая И за что я рад При хорошем сопернике Я извиняюсь Он разрешил снимать свой бой в онлайне Сказал Да, хорошо снимайте Ну, я готов Ну, вообще трудно запретить Потому что зрителей ведь много Мы как член команды Подошли Спросили Ну, ты хочешь запускать свой бой в онлайн Я бы, может быть На его месте сказал бы Нет, ну, ребят Ну, я, наверное, не хочу Все-таки Потому что сейчас будут смотреть Тысячи людей И, ну, неизвестно Как пойдет бой Это ведь бой на Пасху был Да, это бой был на Пасху И поэтому, ну, Даник смело сказал Мы были уверены на сто процентов Пока остальное бой показал Знаю, смотрел Да, ты смотрел Смотрел, подходя, подходя Так, к службе церковной смотрел Что сам хотел бы отметить Здесь, наверное, свой настрой На бои Последние Я все чувствовал просто замечательно Я был счастлив Я в эти дни боя был счастлив Обычно Там, когда помоложе был Ну, и сейчас Девятнадцать не всего Но было так Там, в шестнадцать лет В пятнадцать Вот там Дни боя Ну, действительно Очень большой стресс Мандраж какой-то, да? Да, ну, мандраж встается Но было так, что я думал Блин, блин, ну, тяжко Реально Хотел, чтобы скорее прошло Гнедущие мысли Да, чтобы скорее это прошло Подходишь вот там Каренин Ну, уже в семнадцать лет Уже дрался в войне Выходишь и Такой, черт, черт Сейчас там А сейчас наоборот Я себя Я хожу в раздевалке Я целый день хожу И дорю себя Я этого хотел Я этого ждал Я хочу драться Я хочу себя показать Я воин И никак иначе Я буду биться до конца Вот в связи с этим Следующий вопрос Вот все-таки Твои личные ощущения После перехода Из любителей Скажем так Уже в профи Разницу Почувствовал для себя Да, мне это больше Гораздо больше нравится Я не буду врать Я не скромный человек Да Мне нравится внимание Мне нравится публика Мне нравится, что люди говорят После боя Я готов И негативное И позитивное В основном Как бы в лицо В основном Говорят только позитивное И мне это нравится Мне нравится это внимание Мне нравится, что Люди уважают меня Люди чувствуют меня Люди чувствуют мой дух Люди чувствуют То, что я делаю И я чувствую их уважение ко мне И это действительно Мне доставляет огромное удовольствие Поэтому я здесь до конца И буду стараться прогрессировать Чтобы все могли за меня болеть И гордиться Как моя семья Как мои друзья И вообще все близкие Красава Поддерживать будем всегда Болеть будем всегда Базара ноль А давай теперь Немножечко Раскроем небольшой секрет Что Куда ты летишь в июне? 16 июня Лечу в Америку Тренироваться По приглашению моих друзей В клуб Тим Альфа Мэй Там тренируется чемпион UFC Коуди Гарбранд Чемпион 62 кг Ну это примерно Моя весовая категория Там много бойцов UFC Легенда UFC Урая Фейбер Это зал ему принадлежит На месте Я тогда лечу Больше смогу рассказать Только когда вернусь Андрей как тренер Вот этот шаг Вот эта возможность Даника Что дает? Ну Во-первых Он будет тренироваться Именно со всеми звездами То есть именно Те классы Где они посещают Это тренировочный сбор Лагерь Какие возможности Во-первых Он окунется В этот мир В этот уровень Он посмотрит уровень Он посмотрит Как надо работать Что надо делать И может быть Его заметят И предложат Какой-нибудь вариант Чтобы Бои в будущем Бои в будущем Остаться в Америке Почему бы нет Мы только Замы Бывают же варианты Допустим Для начала Спарринг партнеров Чтобы закрепиться Примечательно Да Что именно Этот зал Славит тем Что там Его весовая категория Есть чемпионы UFC И нам это Очень наруко Теперь к турниру 27 числа Прошел турнир A1 В Саласпелсе Поподробнее Что там было Как Я знаю Что от профессионалиса Бился Хасан Межиев Отбился успешно Взял пояс Поподробнее Что было Кто был соперник Каков был бой И впечатление Наверное Самого Как тренера Ну Соперник был Нам известный Местный Латвийский Боец Игорь Зауэр Боец Очень хорошего Уровня Опасный Боец И мы на это Рассчитывали Спасибо Игорю Что согласился На бой С Хасаном Потому что Хасан Очень На данный момент Находится На хорошем уровне И нам этот бой Тоже был Очень нужен Для дальнейшего Трамплина Там Дальше Уже Да В профессиональной Карьере Хасана То есть Вот Мы сейчас Тоже думаем Где Лучше Остаться В какой Лагерь Лучше Поехать То есть Есть Какие-то Варианты Начиная С той же Америки Но Другой Золон Где Даник Там Где Именно Его Вес 84-90 Килограмм И Вплоть До Торонто Миша Циркунов Сейчас У нас В гостях В Латвии Сейчас Будем Как раз Разговаривать С нашим Бойцом UFC С Выходцем Из Латвии С Михаилом Может быть Он что-то посоветует И Хасан Поедет Туда Как прошел Семинар Кстати Миша Циркунова Отлично Жаль Что было Мало Людей Очень Позитивный Парень Очень Культурный Очень Интеллигентный Зная Своё Дело Там 2-3 Часа Мы Занимались Ну Просто На уран Уже В профессионалисе На моей памяти Был Гигард Мусаси Был Джефф Монсон Сейчас Миша Циркунов Да Люк Барнет Был Да То есть Вот Ну Уже Несколько Бойцов UFC У нас Были Да Там В гости Приглашаем В основном Бывает Или проездом Или Ну Есть У нас Дружеские Отношения У нас Остаются Там Приходят К нам Зал Тренируют Показывают Скажем Свой уровень Свои навыки То есть Можем Еще Увидеть Каких То Звезд Да Ребята Они Нас Приглашают Мы Приглашаем Но Опять Для Бизнеса У нас Маленькая Стана Приезжать Собирать Полные Арены Полные Залы Как По Боям Так И По Семинарам То есть Это Все На уровне Дружеской Взаимопомощи Скажем Так Мы Знаем Человека Он Приехал К нам Зал Там Просто Провел Семинар И Уехал Даник По Поводу Твоих Планов На дальнейшие Когда Ты думаешь Вообще Начинать Тренировать Сам Уже Отчасти Тренирую Вот Я Знал Поэтому Я Подошел К этому Вопросу Так Из Себя Тоже Содержать Как То Я Хожу На Курсы Тренерские Чтобы Официально Мог Тренировать Тренирую Детей Тренирую Индивидуально Людей То Не готовлю Профессионал Это Как Для Здорового Образа Жизни Людей Тренирую Вот Боевой Кроссфит Скажем Так Скажем Так Да По Большому Счету Да Вот Тренирую Чтобы Мог Жить Чтобы Мог Тренироваться Вот А Если У меня Будет Возможность Только Тренироваться Я Буду Заниматься Этим Это Опять Так К Вопрос О Том Как У Нас В Латвии Существуют Профессиональные Бойцы Именно Они Живут А Существуют Для Того Чтобы Биться Нужно Работать Правильно Андрей Чтобы Заниматься Чтобы Тренироваться Тебе Нужно Еще Зарабатывать На Спонсор Надо Быть Инвестором Спонсор Спонсор Спонсирует Уже Звезду Мы Его Знаем Мы Ему Даем А Инвестор Вкладывает Инвестор Вкладывает Не Зная Результата Да Но Инвестор Он Видит Что Есть Перспективные Ребята Чтобы Они Не Остались На Улице Чтобы Они Занимали Спортом И Можно Их Довести Это Везде Так То С Ну У Нас Скажем Так Уже Хотят Более Пиариться За счет Уже Раскрученных Готов Готов По Смену Что По Профессионалам У нас Я не знаю Кто У нас У нас Эдкер Скривер У нас Мадерс Бергхолд Латвийский Экспресс Но Люди Молодцы Добили Своего На Высоком Уровне ММА Может Я надеюсь Что Ему Убнется Удача Они Будут В UFC Оба Передаю Привет Очень Хорошие Толковые Парни Показали Все Что На Своем Характере Силы Воли То Что Сейчас Будем Делать Что Надо Ити Вперед Все Возможно Я бы От себя Хотел Добавить По Воду Спонсорства И так Далее Но Нужно В первую Очередь Доказать Я Себя Считаю Вообще Даже Не И Думаю Что Я Должен Себя Больше Доказать Тогда Может Кто-то Будет Заинтересован Во мне Как Бойцы А пока Что Вот Сами Работаем Тем Чем Можем Друзья Помогают Родственники Помогают Может Я Думаю Что Я В скором Будущем Всем Все Докажу И Тогда Все Встанет На Свои Места Я Думаю Уже Доказал Немало Ну И так Какие Планы На Ближайшее Вот Сейчас Поездка Туда Это Месяц Будет Правильно Потом Возвращаешься Обратно И Осень Осень Три Турнира Три Турнира Первый Это Я Уже Разговаривал Меня Пригласили Ну Еще Ни Боя Ни Сопер Ничего Идет Только Разговор Турнир Это Не Турнир Это Бушида Будет В клетке Самый Большой Организатор Самый Большой Турнир В Европе Это Его Слова Будет Происходить В Литве Клетка Полная Арена Очень Бойцы Будут Высокого Уровня И Скорее Свою Выступлю Я Там Это Будет В конце Сентября А Также В Риге Киокей И Еще Осенью Будет Подходить Турнир Эксплоушн Но Будем Смотреть По состоянию Здоровью И Как Я Буду Счувствовать Не будет Ли Слишком Много Да По возможности Буду Биться А потом Потом Опять Я Стараюсь Подраться Может быть Даже За два Месяца Два Могу Провести Если Без Травм Естественно Потом Отдохнуть Когда У меня Период Отдыха Это Не так Что Три Месяца Ничего Не Делаю Я Тренируюсь Просто В своем Темпе Я Тренируюсь Удовольствие Тренируюсь Четыре Раза В неделю Но При этом Там Активно Проводить Свое Время Просто Нет Такой Задачи Тренировка Первое Место Любые Дела Уходят На второй План Это Уже Во время Подготовки Когда Я Отдыхаю Я Тренируюсь Действительно В удовольствие Мне это Нравится Андрей Клуб Профессионалис Какие Планы На лето На ближайшее Время Вообще Клуб Очень Активно Ведет Деятельность Очень Много Что Планируете Лето Может Какие Лагеря Какие Сборы Что У нас Дети Маленькие В лагерях Делают Лагеря Линдаббла Делают Лагеря Кикбокс Физическая Культура Мы У нас Нету Сезона У нас Нету Лето У нас Нет Зимы В клубе У нас Просто Вы Пашите Круглый Мы Работаем Каждый День По Несколько Классов В день Включая Субботу В воскресенье Люди Отдыхают Единственное Выходное Поэтому Как для Профессионалов Для любителей Зеленый Свет Всегда Тренироваться И Планы На лето Уже Сейчас Ребята Готовятся К боям То есть Лето Не за горами Он уезжает Сейчас В Америку Потом Хасану Уже Надо Что-то Думать Что-то Готовиться Перед Поездкой Куда-то И Сейчас Просто Все Работают В таком Ж режиме То есть Мы Готовимся На чемпионат Европейского Союза По боевому Самбо Который Будет Проходить В августе И Потом От нашего Клуба Где-то Будет Человек 7-8 И Потом 5 Человек Едет На чемпионат Мира У нас Развиты Очень Хорошо И Мы Стараемся Ребята Отсылать Фактически На все Соревнования Такие Ведущие Как Профессионал Так И Полюбили Спасибо Даник Спасибо Андрей За визит Fight Review Надеюсь Что Увидимся Еще Не Раз Еще Поговорим И Поговорим С тобой Когда Ты Вернешься С Америки Спасибо Удачи Клубу Удачи Тебе Удачи Удачи Всем Fight Review